Но господин Хук заинтересовался прорывными технологиями компании Skyway и сразу же прибыл в Минск со своим специалистом по маркетингу Мэри Вочоп, чтобы узнать больше о возможностях нового направления. Сергей, давай проверим связь, насколько нас слышно. Мы с тобой вдвоем сегодня на площадке, чем-то видео не показывать вообще, кому как нас слышно. У нас два варианта, мы сделаем модели, подвесная и навесная. Мы сделаем точно так же. Если есть новая технология, какое-то новое предложение, мы сначала создаем действующую модель. Также Анатолий Эдуардович познакомил австралийских коллег сотрудниками 15 конструкторских бюро компании Skyway и работая и включил их отделов компании. Здесь у нас IT-отделы, мы здесь даже свои сайты сами делаем, программы пишем. Это вот IT-отделы. У нас там все, что и за седром. Может и все. У нас десятки, даже сотни терабайт. Наши гости не ожидали, что в компании все очень продумано и масштабно. Чтобы вы знали, у нас 15 конструкторских бюро. Просто для вас знать, у нас 15 дизайн бюро. 15. Я хочу, что я вам покажу. Мы вам покажем все. 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 Это для пролета один километр. Один километр пролет. Здесь показан городской, 5 секционный. Это вместимость где-то около 100 человек. И высокоскоростной Юни, это Юникар. До 540-х час, который может ввести 20 тонн груза. Мы делаем точно так. Если есть новая технология... Может быть, вам надо параллельно с открыть, потому что у вас открыто. Нет звука. Меня не слышно? Самое напряженное место здесь – это сварка. И если мы это плохо сделаем, это долго не простоит. Поэтому вот выйти в напряженное состояние, сваришь в область. Это с учетом всех нагрузок. Почему? Потому что за 100 лет службы может испытать миллионы циклов. Вот я могу вот раз, два, три... Сейчас у вас у всех начинает презентация. Значит, для того, чтобы гарантировать 100 лет службы, надо нагрузить 100 миллионов раз нагрузку. 100 миллионов раз, да? Нагрузку. 100 миллионов раз. Есть лаборатория, которая контролирует поведение узлов. В том числе сварки. И мы уже знаем, что вот 10 миллионов циклов. Сережа, ты вообще на площадке? 20 миллионов, нормально. И на 30-м миллионе циклов, допустим, сварка дала тричину. Какая-то, вот здесь вот. Ну, условно. Но понимаем, что сварка надо усилить. И мы не усиливаем. Да, 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 Ларис, вот идет этот ролик, и я не знаю, кто его запустил и как его остановить. Колесо. А ролик на площадке? Рельс. Да. Эстакаду. А внизу просто нашли... Систему управления. А у меня заставка стоит. Так много часов дизайна. Я думала, что с сайта не поняла, что у нас даже в 3D работает. А это не надо, чтобы конкуренция знала. Так, давай сделать другую. И начали интенсивно это разрабатывать. Зачем? Где папка на YouTube, помимо площадки в ГИБАР? Я understand. Вот говорят, выражение, деньги любят тишину. Так, а Кристина здесь у нас нет? Может быть, она может остановить это самое? Потому что я даже не знаю, где этот ролик сейчас идет. Еще больше тишины. Так, это слайды идут, да. Родхук был приятно удивлен профессионально работой сотрудников компании степенью и глубиной проработки всех элементов инновационной технологии. Да, Сергей, я вижу... Дальше гостям предстоит посетить на парк, где их тоже ждут приятное впечатление. Давай-ка попробуем включить презентацию. Теоретический ролик должен избежать. Так, все, ролик кончился. Ролик кончился. Все в порядке, да? В порядке, да. Ну, слава Богу. Друзья, тут как раз и народ... Лариса, у тебя, видно, сейчас микрофон включен, поэтому дублирование сейчас идет. Все, друзья. Извиняемся чуть за технический сбой. Точнее, это даже не технический сбой. Просто сегодня Алексей, с кем мы, Суходоевским, мы обычно ведем вебинары, и кто обычно делает техподдержку в нашем случае связки, вот, он сегодня на Кипре, где собрались все активисты сегодня, в SkyWay Capital, и, соответственно, сегодня там идет большая работа. Туда прилетает, там сегодня, по-моему, Виктор Бабурин, туда прилетает Женя Кудряшов, все наши, Ирина Волкова, ну, в общем, все наши, те, кто активно работает сейчас именно в SkyWay Capital, вот. Вот, и поэтому я остался один на хозяйстве, меня вот зовут Сибиряков Сергей Анатольевич, это для новичков. Вот, я буду вам сегодня представлять проект SkyWay, и, соответственно, с вами начинаем обычную работу. Что, да, Игорь, спасибо, что было хуже и пережили. Да нет, в принципе, никакого сбоя нет, просто я несколько не совсем ориентируюсь в технических моментах, как запускать. Вот Лариса Артамуна у меня страхует, вот, но мы все равно, видите, не совсем качественно показали вам водную часть, чтобы хотелось показать. Ну, тем не менее, друзья, давайте приступать к работе. Сегодня среда, значит, традиционно в 12 и в 13 часов у нас технико-экономические вебинары по 12-часовой вводной в SkyWay. 13-часовой, так как всегда, мы комментируем, с вами обсуждаем последние новости, а сегодня новостей обсуждать есть что, и очень интересно, поэтому это мы оставим на 13-часовой. А на 12 мы обычно ввели такую практику доведения информации для новичков и именно представления проекта. Причем я могу сказать, что это даже очень полезно не только для тех, кто пришел первый раз, то есть мы с Алексеем отработали довольно-таки такую, скажем так, убедительную и емкую форму, то есть когда за 35-40 минут мы даем общее представление о проекте. И дальше наша задача, чтобы у человека, который пришел, услышал первый раз, появился интерес, он как минимум задался вопросом, перешел на следующий вебинар, где мы уже расширенным составом, там обычно побольше участвуют уже наших партнеров и сторонников, и мы вопросы обсуждаем уже более глубокого понимания проекта SkyWay. И тот, кто погружается в этот проект, он обладает уже такой информацией, как минимум продолжить дальше изучение. И мы дальше смотрим статистику, что те, кто люди, которые пришли первый раз, потом перешли на второй вебинар, из них 90% приходят еще на вебинаре, и из них больше половины становятся нашими партнерами и сторонниками, ну уже союзниками проекта. Еще очень важно это понимать, особенно для тех, кто работает с людьми и доводит информацию, мы ориентируемся на них, чтобы вы смотрели, мы постоянно усиливаем аргументацию, мы отрабатываем каждую фразу, каждую именно факт, который мы приводим, для того, чтобы тоже ориентировались и брали это на вооружение, чтобы можно было, соответственно, продвигать и делать проект именно с точки зрения аргументации, донесения информации. Ну и дальше, друзья, я уже об этом говорил на прошлом вебинаре, что это и большая практика для нас с Алексеем, вообще для всех директоров, для всех спикеров, кто ведет вебинары, конференции, что вот такая периодическая работа, систематическая работа по доведению информации, особенно для новичков, она очень серьезно дисциплинирует с точки зрения аргументации, с точки зрения выстраивания логики донесения информации. Я могу сказать, что вот за вот эти 4 месяца, когда тут были даже такие комментарии в чатах, друзья, вы там как попугай, не надоедает вам говорить одно и то же. Во-первых, каждый раз мы несколько даем разную информацию, делаем разные акценты, и сегодня мы отработали, считаем наиболее то, что четко дает представление о проекте с первого раза. И второй момент очень важный, друзья, уже с точки зрения уже профессионализма и повышения собственного уровня, вот и моего, и Алексея, мы находим такой уровень, что вот у меня в субботу была очень такая серьезная ответственная презентация, где надо было разом где-то 50 инвесторам донести информацию, причем они все в разных проектах, приверженцы разных проектов, и в том числе с сетевыми проектами, и MLM бизнеса, и надо было четко показать, чем наш проект отличается от остальных проектов, чем мы сегодня выгодно отличаемся от других проектов, и почему сегодня сотрудничество с нами, это очень привлекательно, как для тех, кто уже выстраивает сетевой бизнес, имеет сетевые структуры, и так те, кто собирается сегодня это делать. Я могу сказать, что у меня это очень хорошо получилось, запись, интернет, к сожалению, там не тянул, поэтому перископ мы не смогли поставить, он нам не дал возможность даже войти туда, вот поэтому организаторы этого процесса, это Европейское агентство бизнес-процессов, они сделали запись, и они на следующей неделе выложат ее у себя на сайте, и, соответственно, предоставят нам, чтобы мы ее могли разместить уже в наших ресурсах, чтобы это уже я хотел бы вам показать, и это как раз для меня очень важно, как сегодня общаться с людьми, которые работают в других проектах, сетевых проектах, которые приверженцы других сегодня, венчурных в том числе, и когда надо бы четко показать, и аргументировать о том, что это интересно. И еще один факт, который я сейчас обозначу, но мы его больше будем обсуждать на следующем вебинаре, это уже такой глубокий вывод, который, не то, что к сожалению, я это, к сожалению, никак не могу назвать, это то, что радикально изменило мой взгляд на подход к европейскому рынку инвестиций, к венчурному рынку инвестиций, вообще, как сегодня делается рынок инвестиций на Западе, и я могу сказать, что наш проект сегодня ждут и в Европе, и в Германии, в частности, как никто другой. И у меня было представление, что немцы очень прагматично, они не будут инвестировать в такого рода проекты, рисковые проекты, а тем более, которые делаются в Минске русскоязычными, и, соответственно, вся работа ведется в России по инвестициям, в Минске строится экотехнопарк. Вот так вот, друзья, я могу сказать, что я очень сильно заблуждался, нас очень сильно ждут сегодня в Германии и в Европе, немцы очень хорошо и прагматично понимают, что на акциях Мерседеса и Сименса заработать невозможно, максимум, что можно, это сохранить деньги, а именно для того, чтобы инвестировать в высокодоходные проекты, которые могут дать серьезнейшую прибыль, можно только высокорисковые венчурные проекты, это инфраструктурные проекты, и самое главное для них, это донести четко, понятно, аргументированную информацию. И чем мы сейчас как раз будем делать? Мы будем готовить сайты сейчас на немецком, на французском, на итальянском языке, будем вести вебинары на немецком, на французском, на итальянском, именно ориентируясь на этот рынок, и я посмотрел и увидел, что желание инвестировать в такого рода проекты, как наш, мы сегодня являемся, друзья, безусловным лидером и на информационном пространстве интернета, и являемся безусловным лидером в технологическом доведении проекта, и здесь, друзья, это тоже в следующей части вебинара, мы являемся уже сегодня неоспоримым технологическим лидером в демонстрации технологий, потому что сейчас много заговорили, и уже лоббистов есть и у нас в России уже хайперлуп, уже на уровне президента донесли, вся эта, друзья, большая глупость, это просто люди, которые сегодня ничего не понимая, ни в науке, ни в технологиях, пытаются играть в игры, в которые они абсолютно не имеют отношения, и не имеют представления, и это уже мы на позапрошлом вебинаре, я когда комментировал, показывал, когда наша железная дорога начала сегодня гонку, так называемую, опять на преследование, то есть опять повторять магнитный подвес, опять повторять вакуумную трубу, то есть когда уже эта стена пробита сегодня в Америке, информационная стена, когда Илон Маск, как талантливый именно пиарщик, талантливый менеджер продвинул технологию, привлек туда инвестиции, сегодня все с ужасом там хватаются и побежали в хайперлуп, хотя с точки зрения технологии, друзья, это абсолютная глупость, просто абсолютная глупость, и нет, мы не раз комментировали на вебинарах, и Анатолий Довальевич Юницкий показывал, что ну давайте, друзья, анализ хайперлупа и то, что сегодня происходит, мы оставим на вторую часть, а теперь, друзья, буквально коротко для новичков, которые тут табличка появилась, исчезла, давайте еще раз, да, Василий, абсолютно правильно, просто это я сразу извиняюсь, это все-таки моя специфика, мы почему с Алексеем ведем всегда на пару, потому что он делает вводную часть технологическую, что это, а я все-таки больше по понятиям, с точки зрения научных новизны терминов, и второй момент, это уже работа с проектом, как инфраструктурным проектом, поэтому, естественно, что прошу меня извинить, что я все-таки больше сбиваюсь на анализ, который есть, значит, друзья, теперь по, собственно, технологии, куда мы вас приглашаем, и это вообще для тех, кто первый раз пришел на вебинар, и первый раз услышал Skyway, Transnet, инженерная школа Анатолия Довальевича Юницкого, так, эту пока табличку не надо поставить, друзья, кто, давайте сейчас, чтобы к табличке не привязываться, давайте в чате единичку поставьте, и вот, кто пришел первый раз, для того, чтобы вы просто видели, что у нас присутствуют сегодня новички, вот, и, соответственно, то, что мы сегодня говорим, для них это абсолютно в первый раз, ну, вот, пока у нас вот слава только один, стоит, кто есть, больше пока, так сказать, остальные, я понимаю, с 96 человек, это люди, которые уже, ага, вот, стоим, так, нет, опросник нам показывает, что у нас 6 человек, сегодня присутствуют новичков на технико-экономическом вебинаре, который объясняет суть проекта Skyway, значит, друзья, сегодня мы стоим на пороге очень серьезных изменений с точки зрения технологического цивилизационного развития, и это абсолютно естественный процесс, это абсолютно уже для нас такое повседневное понятие, это технологическое развитие, и мы сегодня без развития техники уже не можем представить ни нашу жизнь, ни наш быт, ни сегодняшнюю цивилизацию, хотя, друзья, началось с развития цивилизации не так давно, по историческим меркам, она определяется примерно 300 годами, это считается развитие науки и наблюдений, и первое такое системное описание технологического процесса сделано в 1770 году, когда появилось первое фабричное производство, и когда развитие цивилизации вышло на новый технологический уровень, то есть цивилизация докопила большое количество знаний, то есть науки, когда эти знания стали применяться уже в создании конкретных технологий для того, чтобы изменять и улучшать жизнь и быт человека. Причем я приведу такой пример, что до этого, почему до этого считалось, что история исчисляется десятками тысяч лет, а все-таки именно цивилизационный технологический период начался именно с 1770-го, до этого технологии распространялись очень медленно. Приведу такой пример, что уздечка, которая вставлялась лошади в рот и управлялась за счет этого, увеличилась управляемость лошади, так вот, уздечка по земле распространялась более тысячи лет, то есть это насколько медленно информация распространялась по земле, потому что не было телевидения, не было интернета, и поэтому одни племена и другие племена узнавали о такой только при непосредственном контакте. И соответственно это уходило столетие и тысячелетия. А хомут, когда на лошадь одели хомут и соответственно до этого пахали землю, это тоже полторы тысячи лет до нашей эры, пахали на валах и соответственно вол это более теплолюбимое животное, он больше ел, меньше работал, но при этом веревка, которая одевалась ему на шею, за которую он тащил плуг, она его не душила, а лошадь не могла это делать. Так вот, хомут, когда применили и он начал применяться в сельском хозяйстве, так вот, для цивилизации на тот момент наступил золотой период, он так и называется золотой расцвет цивилизации, это 500 лет до нашей эры, потому что урожайность увеличилась в три раза, потому что лошадь она больше работала, меньше ела и могла выполнять большую работу соответственно с меньшими затратами. И это сразу же увеличило общее соответственно развитие цивилизации. Это вот как пример, когда технологии радикально влияют на все цивилизационное развитие. Дальше появился паровая машина, это тоже, друзья, отрицать бесполезно, что паровоз, пароход, железные дороги, горнорудная промышленность, которая возникла, финансово-банковская сфера, которая стала параллельно обслуживать крупную промышленность, она не могла не повлиять. Это тоже, друзья, естественный процесс. Потом появилось электричество, и тоже, наверное, обсуждать о том, что мир до электричества и мир после возникновения электричества, это тоже абсолютно разные цивилизации, это разные ВВП, это разные даже бытовое обеспечение, то есть когда появились свет, электроплиты, электрообогреватели и многое, что еще, которое с собой принесло электричество. Соответственно, это резкое изменение, это где-то начало, до середины 19 века. Потом, друзья, появился двигатель внутреннего сгорания, вот, это уже конец 19-го, начало 20-го века, это Форд со своим миллионом автомобилей, это начало появления авиации 1903 год, когда братья Рай подняли свой первый самолет. Дальше это первые зачатки уже ракетной техники, когда Циолковский показал, соответственно, Сандер запустил первую ракету. Это тоже, друзья, все развитие цивилизации. И весь 20-й век прошел под связкой, это четвертый технологический уклад под связки нефти и доллара. Соответственно, сегодня абсолютно невозможно сказать, что это никак не изменило или не повлияло на мир. Это и сформировало, собственно, и те финансовые кланы, которые сегодня есть, и те технологические направления, и вообще тот уклад, в котором мы жили весь 20-й век. Соответственно, в конце 20-го века, это где-то с 1969-го года стал появляться и входить новый технологический процесс интернет, то есть он образован в 1969-м году, потом за 70-е, 80-е, это так называемое эмбрионное его состояние, когда он вышел в новый этап, и начиная где-то с 1990-го года начался активный расцвет эры интернета, и сегодня это привело к тому, что мы не представляем жизнь, как сегодня жить без сотового телефона, без смартфона, без ноутбука, без ксероксов, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня это уже абсолютно наша реальность, это абсолютно сегодня то, что нашу жизнь сопровождает, и это определило еще и экономическое развитие последних 30 лет, то есть мы на наших глазах возникли такие гиганты, как Apple, а что такое Apple? Это возможность каждому прийти интернет в ладонь и управлять одним пальцем. В свое время Джобс, как именно маркетолог, как человек, который, футуролог, который заглядывает в будущее, он это увидел, запустил и создал самый крупный бизнес за всю историю, то есть компания Apple сегодня оценивается более 800 миллиардов долларов, ни одна компания, которая занималась добычей нефти, строительством железных дорог или созданием военной техники, никогда не приближалась к такого рода капитализации. Это вывод можно сделать только один, что массовое потребление и то, что надо миллиардам людей, а сегодня выпускается уже за 200 миллионов смартфонов в год, ноутбуков выпускается там чуть больше, по-моему, 16-18 миллионов штук, это говорит о том, что потребованность сегодня в смартфонах, то есть как основным качеством, которое дает интернет, сегодня максимальная. Поэтому следующий момент, я почему делаю такой переход, что компания, которая будет капитализироваться и компания, которая будет осуществлять наиболее предоставление услуг в ближайшие 30 лет, это тот, кто угадает и покажет то, что будет востребовано 90% населения Земли. И здесь мы как раз берем на себя ответственность, мы утверждаем, что мы знаем, что мы делаем, что это будет транснет, который идет следом за интернетом, то есть это шестой технологический уклад. Это то, что дала инженерная школа академика Юницкого, это SkyTech технологии, то есть технологии следующего уровня, которые идут за HighTech это то, что сегодня определит то, что будет каким образом будут развиваться новые территории, каким будут образом развиваться новые месторождения на сегодня не востребованные и не осваиваемые, потому что железная дорога не может обеспечить транспортировку в трудно сегодня доступных для железнодорожной технологии местах. Соответственно будет запускаться новое производство и как раз мы сегодня четко понимаем и представляем о том, как будет развиваться сегодня и машиностроение, и автомобилестроение, и вся транспортная отрасль в целом и являясь лидером в этом направлении мы как раз утверждаем, что тот бизнес и тот компанию, которую мы запустили, она на ближайшие 5, 10, 15, 20, 30 лет будет в лидерах именно развития, и поэтому мы закладывая и оценивая интеллектуальную собственность, которую произвели независимые оценщики, мы как раз сегодня позволяем давать очень большие венчурные премии на те инвестиции, которые мы привлекаем для того, чтобы строить именно демонстрационный сегодня стенд, демонстрационный экотехнопарк, который наша компания сегодня во главе с генеральным конструктором, генеральным директором Анатолий Довичем Юницким строит сегодня в Марьиной Горке, и в сентябре мы будем делать мировую презентацию на мировой выставке инноваций в сфере транспорта в Берлине, это 21-24, а в октябре мы будем проводить уже большой октобуфест, то есть большой фестиваль Skyway, где мы продемонстрируем технологию, и где будет уже большое количество заказчиков, которые ждут демонстрацию технологии, большое количество уже потребителей, которые готовы инвестировать сегодня для того, чтобы участвовать в этом бизнесе, и будет большое количество уже делегаций регионов и городов, которые рассматривают возможность применения и строительства технологий. Теперь, друзья, коротко, собственно, а что же такое технология, что такое транспорт второго уровня, что такое Transnet, что такое Skyway, вот, и для того, чтобы вы представляли, куда мы вас зовем, и почему наше утверждение, что это ключевая технология, которая определит развитие всей цивилизации и на ближайшие 30-40 лет. Это, друзья, транспорт второго уровня, который строится с помощью очень оригинальной, сделанной новой технологии с точки зрения именно инженерного ноу-хау, это армированный рельс внутри струнами, который позволяет превратить ее в очень жесткую неразрезную балку, то есть фактически это вантовая конструкция, которая поднята над землей, и которая сразу убирает много недостатков, которые сегодня ведет с собой железная дорога, то есть это необходимо сделать либо очень сложную насыпь и эстакаду, соответственно, здесь это очень ажурная конструкция металлическая с железобетонными соответственно, опорами и при растяжении, то есть вы видите сейчас слайд, это уже демонстрация первого стенда в 2001 году, где вот на такой легкой эстакаде движется 16-тонная лаборатория, которая показывает о том, что рельс весом меньше 100 килограмм может выдерживать нагрузку до 16 тонн. Это специализированная лаборатория, которая почти 10 лет изучала путевую структуру, изгибы, температурные расширения, износ рельсов, и это как раз научный стенд, который был построен первый, тоже как раз в октябре 2001 года, с подачи Александра Ивановича Лебедя, это генерал-губернатор Красноярского края, который по стечению обстоятельств я с ним абсолютно случайно встретился в самолете, рассказал ему о возможностях технологии, он как именно настоящий военный, причем не просто военный, а десантник, сразу же с самолета говорил, поехали показывать технологию, у нас как раз в парке Коломенском стояла тогда опытная модель, один к пяти в под Москвой, не под Москвой, а в Москве в парке Коломенском, он увидел, посмотрел, убедился, что да, действительно, это интересно работает, на следующий день прилетел его вице-губернатор по экономике Саша Сараев и его советник по финансам Андрей Иванов, все они сегодня действующие чиновники, все они участники этого процесса, и буквально через неделю на наш счет поступили, именно с конструкторского бюро инженера Юницкого поступили первые деньги, и с этого началось строительство и воплощение именно технологии в железе. До этого это была концепция, до этого это была теория, до этого Юницкий выступал как именно изобретатель-одиночка, а в этот момент произошла его трансформация, когда он собрал уже коллектив инженеров, когда была поставлена задача, изготовлены чертежи, потом на производстве размещено соответственно изготовление узлов и агрегатов, потом все это собрано и был завершен и испытан первая путевая структура, первый стенд, она была где-то около 180 метров, и ЗИЛ на стальных колесах, который именно испытывал путевую структуру. И соответственно Юницкий тогда продемонстрировал, что именно как генеральный конструктор он может выполнять задачи, и следующий момент, следующие где-то 8 лет была работа именно по совершенствованию технологии, и если в озерах это была первая технология второго уровня, если сделать аналогию как с братьями Райт, то то, что сегодня строится в Марьиной Горке, это уже технология четвертого поколения, та, которая выходит сегодня на рынок, та, которая сегодня востребована именно потребителями. И вот этот путь, он должен был пройти, то есть на него ушло еще почти 15 лет именно на совершенствование и на доведение технологии и придачу именно технологических и потребительских качеств, которые сегодня нужны каждому жителю Земли. И сейчас как раз уже технология Skyway, а именно бренд Skyway родился в озерах, когда вот этот ЗИЛ, то есть вот эту картинку, если еще можно вернуть, где у нас ЗИЛ был на проводах, соответственно, вот эта вот картинка, видите, здесь две фотографии, одна идет вверху, это где Юницкий демонстрирует технологию губернатору Московской области Громову, а внизу это идет презентация Александра Ивановича Лебедева. А вот этот ЗИЛ, который сейчас вы видите на проводах, он дал название, общее название технологии, это Skyway, небесные дороги, потому что действительно ажурная конструкция, и ЗИЛ на фоне облаков, это производит очень серьезное впечатление, и поэтому вообще родился тогда термин Skyway, а в 2011 году Анатолий Юницкий именно уже запатентовал и запустил струнные технологии именно под брендом Skyway. Если коротко о технологии, то еще раз я могу сказать, что Юницкий собрал все преимущества, которые сегодня может дать ноу-хау с точки зрения транспорта, убирая недостатки, то есть это решение так называемой трист, теория решения изобретательских задач, и я когда во второй части буду анализировать и показывать вам почему Hyperloop сегодня нам не конкурент, то это как раз вот я на цифрах и кое-что на сравнении покажу о том, что очень много в ВАЛ сейчас пошел после поддержки Путина технологии Hyperloop, что чуть ли не того, что нам пишут, что все пропало, все пропало. Это как раз друзья говорят о том, что как не было у них дальновидности, так и этой дальновидности и нет, и это пропало не у нас, а у них, потому что если они в состоянии поддерживать и называть только такие технологии, не видя, что у них делается под носом, то мне просто за них несколько друзей печально, хотя Путин к этому не имеет друзей никакого отношения, это я вам точно могу сказать, так же как в свое время Александр Иванович Лебедь показывал Путину технологию, он ее даже поддержал, расписал в Минтранс, а я лично общался с Медведем, показывал ему технологию, но после этого вместо поддержки мы получили не то, что полное равнодушие, а еще и уничтожение вот этого полигона, который простоял почти 9 лет, приносил свою научную пользу, потому что своим фактом существования и то, что он каждый год испытывался, мы проводили испытания натяжения тросов, струн, креплений, путевой структуры, изнашиваемости, то есть он каждый год давал бесценную научную информацию, и вот потом кому-то пришло в голову мысль, мы не знаем кто, мы только, наверное, можем догадываться после презентации Медведевой поддержки министра транспорта, в течение суток этот полигон был уничтожен и вывезен в неизвестном направлении, поэтому одно можно сказать, что раз это кому-то, и раз это было сделано, значит, это кому-то надо было, вот, соответственно, сегодня мы строим уже абсолютно новую путевую структуру, абсолютно новый подвижной состав, и сегодня технологии находятся, я уже даже сказал, не на один порядок выше, а это уже четвертого поколения, и вот эта сменяемость в авиации, она проходит обычно за 10-15 лет смена поколения, у нас за 15 лет произошло уже четвертое поколение смены уже именно технологических решений, и сегодня можно сказать, что это уже наиболее совершенная система, она, конечно, не будет иметь пределов, она будет совершенствоваться до бесконечности, и ближайшие 100 лет, когда будет эксплуатироваться технология, она также будет совершенствоваться, но основной ее костяк, то есть, как в автомобиле была разработана основная концепция, что есть 4 колеса, есть распредка, есть коробка, есть двигатель внутреннего сгорания, есть рулевое колесо управления, тормоза, и этот концепт за 100 лет практически не изменил своего облика автомобиля, то есть, появлялись разные марки автомобиля, появлялись разные версии автомобиля, то есть, появлялись седаны, универсалы, потом появился джип усиленная версия, потом появились пикапы, потом то есть еще это все друзья, но принципиальная схема после того, как двигатель распредка, коробка и рулевое колесо управления с педалями, оно по сути дела автомобиль за 100 лет, как его Mercedes-Benz сделал точнее это два человека это Mercedes-Benz сделали свою первую машину вот с тех пор, наверное, Maybach там только несколько усовершенствовал, но Maybach ввел такое люксовое направление с точки зрения автомобилей представительского класса и как это было запущено вот 100 лет назад, так Maybach не являются роскошью с тех пор. Так вот, друзья, точно так же и сейчас, если проводить аналог с струнными технологиями именно с той технологией Skyway, которая сегодня в октябре готовится уже предстать перед заказчиками и уже выходить на рынок, это технология, которая будет совершенствоваться, но концептуально она уже оформилась, концептуально она уже не будет так радикально изменяться, вот как за последние наверное 10 лет, поэтому сегодня можно утверждать, что мы уже подготовили для заказчиков, для инвесторов и для всего мирового рынка технологию, которая будет востребована и пойдет развиваться на ближайшие 5, 10, 15, 20 лет. Это точно так же, как в свое время Джобс подготовил рынок, мировой рынок к запуску айфонов, а это была очень серьезная и большая работа. Сейчас, секундочку. Вот, значит, была проделана большая работа и Джобс не просто так вывел айфон на рынок, он очень серьезно, три года готовил его вывод, он серьезно подготовил производство и когда после айподов вышел айфон, когда он сказал, что к игрушке, которая очень удобная для просмотра, для музыки, для фотографий, туда придет интернет и мобильная связь, естественно, что это стало новое качество именно с точки зрения передачи информации. Сегодня, как это ни странно, смартфон это то основное, ради чего создавался и функционирует интернет, потому что основное потребление интернетом сегодня идет через смартфоны и это тоже уже очевидно. И самое главное, что за это голосует рынок, потому что сегодня, я уже говорил, смартфонов производится на порядок больше, чем ноутбуков и чем всех остальных устройств вместе взятых и сегодня, наверное, трудно уже найти человека, у которого нет смартфона или он бы не хотел его приобрести или он бы не хотел заменить уже существующий смартфон, потому что технологии совершенствуются, производительность совершенствуется и, соответственно, сегодня качество, которое предоставляет за счет приложений смартфон, они тоже постоянно совершенствуют. Вот точно так же, друзья, мы сейчас четко знаем и понимаем, как будет развиваться транспортная отрасль, как будет дальше развиваться потребительское качество именно перемещения и здесь я вам обозначу несколько таких понятий, что нас ждет в ближайшее время. Нас ждет в ближайшее время концепция мгновенного перемещения, то есть когда вы будете перемещаться и при этом заниматься несколькими делами одновременно и поэтому время, которое тратится на перемещение, его нельзя будет просто считать, что вы потратили время для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б. Это будет сделано благодаря чему? Что обязательно в каждом юнибусе, вот вы сейчас видите аэродинамический юнибус справа на правом слайде, там будет абсолютный и очень быстродействующий интернет, соответственно, перемещаясь в индивидуальном купе, вы будете изолированы, вам никто не будет мешать и соответственно вы можете спокойно общаться, вы можете спокойно работать с информацией и это будет очень удобно, так же как в свое время интернет позволил получать информацию не выходя из дома, то есть вот я еще когда помню писал первые курсовые, мне нужно чтобы написать первую мою курсовую работу в институте инженеров гражданской авиации в Киеве, где я учился, это был 1986 год и первая моя курсовая работа, как это ни странно, называлась транспорт будущего и мне надо было пойти в библиотеку, выбрать ряд статей, заказать их, потом проштудировать, выписать, сделать доклад и сдать. Это была работа над курсовой работой. Сегодня никому даже в голову не придет пойти и заказать статьи, вся информация сегодня есть в интернете. Но как тут недавно услышал очень интересную поговорку такую, в интернете, говорит, как в женской сумочке, все есть, но очень трудно найти. Это другой вопрос, когда надо сегодня основной принцип работы с информацией, это умение ее систематизировать, умение ее искать и умение ее использовать. И поэтому качество образования сегодня в корне меняется, вот с тем, как было раньше, потому что поменялось качество доведения информации. И сегодня очень большую информацию, огромное количество информации мы можем получать сегодня, не сходя с места, через свой смартфон, не говоря уже о таких вещах, как бронировать билеты, гостиницы и все остальное, рестораны. И оказалось, что это очень все удобно. Так вот, друзья, проводя аналогию, мы сейчас создаем систему не интернета, это наш младший брат, пятый технологический уклад, а транснета, это то, что позволит перемещаться, делать и получать транспортную услугу, то есть из одной точки в другую, не вставая со своего места. Вот, то есть, когда вы нажатием на кнопки на своем смартфоне, а еще точнее он будет управляться с голосом, вы можете переместиться в любую точку, соответственно, это будет очень дорого, очень дешево и очень комфортно. Это будет перемещение первым классом сегодняшнего самолета и по цене, ну, я могу сказать, что, наверное, более чем на порядок дешевле, чем сегодняшний самолет. А если проводить аналогию со скайпом, то я могу сказать, что так же, как скайп сегодня предоставляет бесплатную услугу телеобщения в видеосигнале, точно так же система транснет будет предоставлять бесплатное перемещение или цену очень низкую, когда каждый желающий может позволить себе перемещаться из любой точки в любую точку, вот, причем это будет перемещение очень быстрое, комфортное и при этом вы можете еще совмещать несколько функций, почему называется мгновенное перемещение, потому что вы можете перемещаться и заниматься спортом, то есть крутить педали, очаги, таким образом еще и вырабатывать электроэнергию и удешевлять и так очень дешевый проезд. Вы можете работать в интернете, когда у вас очень качественный звук и очень качественное изображение, и вы перемещаясь фактически на своем рабочем месте, в своем стуле, вот, вы можете при этом не просто перемещаться со скоростью там 140, а со временем и 500 км в час, но при этом активно общаться, работать в интернете, поэтому трудно сказать, что это занятие одно и то же. То есть вот сейчас мы почти за 40 минут работы со скоростью 500 км в час я бы мог в принципе уже поехать практически по Европе, а еще через час уже быть, наверное, где-нибудь за Киевом и приближаться к Москве. То есть к концу 2,5 часа обычно, когда у нас идет со второй частью интернет, я бы, наверное, уже добрался до Москвы. То есть вот что такое концепция мгновенное перемещение. И это, друзья, уже никакая не утопия, это то, что мы реально создаем, мы реально создаем и проектируем уже линейные города, то есть это, соответственно, города, где нет, не будет пробок, где не будет такого понятия, как загазованность, это будет 100% экологичность с точки зрения селения, это будет 100% экологичность с точки зрения питания, это будет 100% экологичность с точки зрения воздуха, это будет 100% экологичность с точки зрения потребляемой чистой питьевой воды. Соответственно, это все то, что дает сегодня шестой технологический уклад Транснет и технологии Skyway, которыми мы сегодня с вами занимаемся. И буквально коротко о той системе, которую мы отстроили, вот за вот эти три года, три года назад Юницкий принял решение перевести финансирование проекта на краудинвестинг, не все это поняли, потому что мы понимали, что сложный венчурный проект, который для восприятия и так не доступен для очень многих, и когда мы переводим его еще на многоуровневый маркетинг, на MLM, то это даст еще больше утверждения нашим оппонентам обвинять нас в хайпе, обвинять нас в пирамиде, о том, что мы занимаемся обманом людей, вот, что в общем-то за эти три года постоянно и происходило с точки зрения наших оппонентов и постоянных, скажем так, угроз и, скажем так, помехам проекта. Но на протяжении три года, и здесь я могу, ну я это хотя бы оставлю на вторую часть, здесь я могу сказать, что друзья, очень легко спорить с теми, кто занимается сегодня сетевым маркетингом многоуровневым, потому что за то время, друзья, что мы работаем, за три года, мы хоть и не так активный и бурно развивающийся проект, как сегодня развиваются некоторые проекты в интернете, как мы их видим, но тем не менее, друзья, мы стабильно растущий, у нас 400, там уже к 500 тысячам приближающееся количество зарегистрированных, тех, кто получает информацию о проекте. У нас уже уверенно мы подошли к 100 тысячам инвесторов, которые инвестируют каждый месяц, это тоже, друзья, очень важно. Мы сегодня стабильно подошли, что у нас где-то от полутора до двух тысяч регистраций новых в день, и, соответственно, друзья, мы подошли к тому, что мы инвестируем регулярно и по нарастающей в экотехнопарк, и те важнейшие задачи, которые будут продемонстрированы на мировой презентации в сентябре в Берлине и на именно первой демонстрации в октябре на фестивале, то это большие затраты, и мы сегодня в состоянии эти затраты нести, и это активно развивающийся проект. Так вот, друзья, вопрос, который я сегодня задаю нашим оппонентам, которые оппонируют с точки зрения сетевого маркетинга и построения других структур. Друзья, за то время, что мы работаем, а через три месяца будет три года, за это время появилось и исчезло уже проектов столько, что мне не хватит посчитать ни на руках, ни на ногах, пальцев не хватит. И это проекты, которые все очень много обещали, очень много делали, но они уже появились и они уже умерли. Причем кто-то умер очень громко, а кто-то умер очень потихонечку, просто прихватив деньги тех людей, которые... Но это, друзья, уже процесс. И нет ни одного проекта, который развивался бы более трех лет. Ни одного. Если вы это знаете, проекты, напишите мне в личку, напишите это, я хочу с удовольствием посмотреть и увидеть проект, который развивается более трех лет в интернете. И, соответственно, который еще и показывает результат, и который показывает ежедневные репортажи, и к которому есть интересы со стороны заказчиков, со стороны инвесторов, со стороны технологов. Это тоже мы будем обсуждать, когда будем анализировать то, что именно результаты приезда делегации из Австралии. Это, друзья, показать не может никто. Поэтому ключевое наше отличие от того, кто нас обвинял и сегодня продолжает обвинять в хайпе и в пировиде, это то, что мы существуем, мы продолжаем развиваться, и мы нам есть, что показать, экотехнопарк в Марьиной горке и мировая презентация в Берлине. Я пока не знаю ни одного еще проекта, который мог продемонстрировать такие результаты. Соответственно, друзья, у нас идет строительство, идет работа в конструкторском бюро, и то, что Рода Хука поразило больше всего, когда он увидел, что в нашем сегодня научно-конструкторском объединении собрано целый комплекс работы, то есть идет и проектирование, и изготовление опытных образцов, и мелкосерийное производство, и испытания, и крупномасштабные испытания, и сегодня даже готовится крупносерийное производство на те юнибусы и юнибайки, которые потребуются в ближайшее время. И он увидел, что этот комплекс весь существует, и он работает, и именно работает как единый механизм. А это, друзья, дорогого стоит, и я могу сказать, что сегодня 160 высокопрофессиональных инженеров, которые работают на первоклассных конструкторских комплексах, а это, друзья, стоит очень дорого, потому что мы не можем сегодня позволить себе работать на левых паленых ворованных программах, потому что если мы сейчас будем проектировать на ворованных программах, мы не сможем запатентовать это в Европе и в Америке, потому что там очень жестко отслеживается и программное обеспечение, и сами компьютеры, поэтому если работать на левых компьютерах и на левых программах, то мы просто не сможем защитить интеллектуальную собственность. А Юницкий не может позволить сегодня рисковать нам с вами, нашими инвестициями, поэтому сегодня это тоже были существенные затраты, именно затраты с точки зрения формирования инженерных рабочих мест, но эти затраты надо было понести, и мы рассказывали вам это больше, уже почти два года назад, какие это были, соответственно, сложности, почему мы на это идем, а сегодня это высокоработающее профессиональное конструкторское бюро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это тоже работа, которая показывает действенность и реальность этого проекта. Поэтому, естественно, риск падает, естественно, венчурность падает, но здесь, друзья, еще тоже не надо обольщаться. Мы тоже говорили и предупреждали, что, с одной стороны, снижается технологический риск, то есть риск именно того, что не будут реализованы те принципы и те, соответственно, технологические решения, о которых заявлял инженер Юницкий. Эти риски сегодня все больше и больше по мере того, как идет изготовление и строительство уходят, но, друзья, появляются другие риски. Риски политические, риски конкурентные. Потом, когда многим становится понятным, что это реально и что от этого не отмахнуться, то начинается уже работа по притормаживанию технологий именно входа ее на рынок. Но, друзья, параллельно с этим развивается очень мощный механизм, потому что большое количество участников, большое количество людей, которые заинтересованы в этом проект. Поэтому это всегда идет процесс борьбы между новым и старым, между тем, кто не хочет вводить, и тем, кто вводит сегодня новое. И это тоже сегодня процесс, который идет и развивается самым активным и самым таким образом. Поэтому давайте сейчас мы делаем примерно 10 минут перерыв. Для тех, кого информацию исчерпывающую, и он решил больше не заниматься проектом, я с теми прощаюсь. Друзья, для тех, кто будет дальше и хочет участвовать и получать информацию, значит, через 10 минут, как всегда, у нас сейчас кофе-пауза. За это время вы посмотрите несколько очень интересных репортажей, и буквально через 10-12 минут мы с вами продолжим работу для того, чтобы двигаться и анализировать дальше. Все, друзья, перерыв. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня наш репортаж посвящен стране, которая ближе всех подошла к внедрению технологий SkyWay, даже адресных проектов. Вы думаете, это Беларусь? Россия? 13 июня в Минск с очередным визитом привела австралийская делегация транспортных и строительных экспертов во главе с экс-министром транспорта Южной Австралии, руководителем компаний SkyWay Transport Australia и Rod Hook & Associates Родом Хуком. Род Хук известен как высокоуважаемый и опытный руководитель. Занимая министерские посты, он принимал участие в реализации самых разных проектов, включая инфраструктуру, транспорт и охрану окружающей среды. Его успешная работа изменила качество жизни людей в Южной Австралии и, в частности, в Аделаиде. Речной порт Expressway, подземные скоростные путепроводы, расширение и реконструкция трамвайных путей, пешеходные мосты – это далеко не полный список деятельностей господина Хука. Аделаиду в шутку стали называть городом 20 минут, поскольку именно столько времени требуется, чтобы добраться с окраины в деловой центр. Однако в последнее время дорожная сеть с трудом справляется с увеличением количества транспорта. Так как господин Хук в течение последних 10 лет был ответственным за контроль и выполнение проектов по программе капитальных вложений в транспорт и инфраструктуру общей суммой более 10 миллиардов долларов США, он не мог не заметить нарастающую транспортную проблему. Вот почему род Хук заинтересовался прорывными транспортными технологиями Skyway. Первый визит Рода Хука в Минский офис Skyway состоялся в сентябре прошлого года, когда строительство экотехнопарка лишь начиналось. В тот приезд австралийцы ознакомились с технологией команды ее создателей, посетили строительную площадку и, убедившись в перспективности транспортных решений Skyway для Австралии, согласовали с Анатолием Юницким план дальнейших действий. По возвращении на родину, Род Хук предпринял все необходимое для того, чтобы подготовить нужные условия вывода проекта Skyway на австралийский транспортный рынок. Итогом проделанной работы стало достижение договоренности с Университетом Флиндерс о строительстве 500-метрового участка дороги Skyway, которая обеспечит наилучшую связь кампуса Бетфорд с Медицинским центром Флиндерс, а также с перспективной железнодорожной станцией Флиндерс, которая будет продолжением существующей железной дороги от станции Тонслей. Проект получил широкий резонанс в австралийской прессе и заинтересовал представителей нескольких крупных инжиниринговых компаний, заявивших о своей заинтересованности в его развитии. По результатам предварительных переговоров из их числа была сформирована прибывшая в Минс делегация во главе с самим Родом Хуком. Целью визита стало проведение экспертизы технологий, а также обсуждение технических деталей следующего этапа сотрудничества по осуществлению адресных проектов Австралии. Однако в действительности повестка этого визита оказалась куда насыщенной. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.systems.com, поддерживайте наш проект, и тогда вы не пропустите самое интересное. А оно по закону жанра обязательно будет в следующем выпуске, в котором мы коснемся посещения австралийской делегации святая святых Минского офиса Skyway и 15 конструкторских бюро, которые занимаются разработкой всех компонентов прорывных транспортных технологий. Строй Skyway – спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на DimaTorzok Друзья, как видно, как слышно Друзья, еще раз прошу извинить за несколько технический, как бы сейчас такой сбой, потому что репортаж с Кириченко, у меня тоже что-то выбило с компьютером и я так и не видел. Потом я пытался тоже включить несколько ролик со своего управления и у меня тоже не получилось. Ну, друзья, не будем как бы судить столько. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на 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 DimaTorzok сейчас мы дождемся все же подключение сергея я вижу по skype что как бы связь у него на лошадь сейчас посмотрим что он написал сесть скачет опять видела до пишу сергей подключайся подключайся а я как бы так очень внимательно смотрю переписку это не моя серия вебинаров и я тут как бы гость потому что сергей алексея алексей суходоев сейчас находится на кипре и как бы вопросы очень многие вопросы говорят о том что не совсем те кто начинает инвестировать либо те кто пытается привлекать других инвестициям вы вникли в суть самого вопроса и тут даже не нет причины вникать в суть технологии это задача генерального конструктора конструкторского бюро и тех организаций на подряд которые сегодня занимаются строительством объектов экотехнопарки для того чтобы мы с вами могли провести сертификацию а то чем вы занимаетесь здесь вкладывая в инвестиции приобретая пакеты акций либо доли то как это оформлю сейчас юридически это ваша поддержка технологии которая изменяет не и вы как бы не можете ожидать что сегодня вы купили акции и не завтра и вы их продадите по какой-то баснословной цене это ваш задел в будущее это знаете как люди которые откладывают какую-то часть денег для того чтобы затем иметь для себя безбедное существование или поддержку которая не будет зависеть от кризисов которая не будет зависеть от мировых проблем а будет приносить им постоянный стабильный доход в зависимости от того сколько люди вкладывали в себя и это будет их затем поддерживать и очень важно чтобы вы это понимали вы сейчас создаете себе подушку безопасности которая будет поддерживать вас возможно ваших детей возможно ваших внуков и многие я знаю что сейчас очень многие уже инвесторы пытаются обменивать свои акции они пытаются если мы говорим о том что вы пришли получить сиюминутный доход на самом деле это тоже норма во всех акционных фирмах везде где люди пытаются купить акции для того чтобы завтра иметь больше вложенных средств на были сохранить это на самом деле норма и на сегодняшний день вам не нужны какие-то фондовые рынки вам не нужны биржи на которых вы будете продавать акции skyway очень много инвесторов на сегодня очень успешно и давно меняют между собой переписывать на знакомых продают или что-то с ними делают совершая внутренний обмен потому что вчера за один за одну акцию мы с вами получали две с половиной тысячи за один доллар две с половиной тысячи акций сейчас пакеты уже от 300 кому-то из вас повезло у вас 600 акций в пакете если вы участвовали в рассрочку и взяли ее на условиях которые были в конце этого года уже сейчас вы имеете ту прибыль о которой вы мечтали многие из вас ставят вопрос когда вы начнете официально продавать акции а вы должны понимать что акции продаются компании которая вышла на рынок сейчас не будем бросаться фразами я просто тут заполняю паузу честно вам скажу жду пока все же подключиться сереже сибиряков когда технологии выходят на сертификацию вот очень много вопросов относительно того что минтранс ждет сертификация как только сертификация пройдена минтранс готов строить россия готова строить и тогда вы можете ожидать что вы начнете продавать свои акции но пока будьте терпеливны пока используйте возможность которую предоставляет компания и покупайте акции по выгодной цене доли в компании чтобы потом не кусать локти как пишет машина спасибо спасибо лариса друзья еще раз приношу извинения тут сбой идут сейчас был не сбой в интернет сети а сбой в электросети а когда электричество отключается то автоматически роутер вылетает и так что это поэтому столько факторов где сети вот одно можно сказать что когда у нас будет транснет это единый информационный энергетический транспортный коммуникатор и оптиковолокно и силовые кабели будут зашиты внутри путевой структуры их не порвать не это уже будет невозможно поэтому это будет другой уровень поэтому друзья ждем транснета работаем и спокойно относимся к тому что наши младшие братья сетевики так называемые интернета электричества нам иногда предподносят сюрпризы но это друзья я думаю что вполне терпимо особенно знаете когда вспомнить что какое время назад то есть вот я еще здесь в четвертый год и я могу сказать что четыре года назад здесь вообще не было интернета и что такое сегодня у меня довольно таки уверенный мобильный интернет он конечно не позволяет вести такого рода конференции но довольно таки стабильно было общаться по скайпу по вайберу по ватсапу вот а стационарный и которые здесь санатории он к сожалению подвержен вот этим очень многим внешним фактором когда то выключается электричество то провайдер и вот так качество хорошее но периодически слетает вот поэтому друзья давайте к этому относиться спокойно к работе там и что значит давайте по вопросам которые сегодня постоянно возникающий вопрос вот по продаже акций по капитализации и по адресным проектам здесь друзья мы уже не раз говорили и здесь четко надо понимать мы сегодня работаем высокорисковым венчурном проекте мы запускаем и риск венчурность определяется как я уже говорил в первой части не только тем что технологически очень многие вещи сейчас не решены они как раз сейчас столь с уровнем проработки уровнем экспертизы никаких сомнений не вызывают очень много внешних факторов которые от нас не зависят вот не зависит внешний фактор когда после поддержки медведева был уничтожен первый демонстрационный полигон в озеро не зависит от того что когда вы после выделения земли и поддержкой сейма шауля это литовский город на границе с белоруссией когда приехал премьер-министр и с личного вмешательства президента была заморожена работа и арестованы щита на и соответственно закрыта вся работа отобрана до земля это тоже друзья факторы которые мы поначалу даже не могли предположить сегодня конечно по мере того как приближается демонстрация по мере того как приближается уже мировая премьера технологии мы понимаем что идет с одной стороны обострение этих процессов с другой стороны друзья идет большое количество союзников которые сегодня к нам подключаются поэтому весь вопрос он всегда идет на противостоянии двух сил кто за и кто против и с одной стороны активизируются силы которые против но с другой стороны друзья у нас активно сегодня работают и те силы помогают которые за и это тоже уже не просто так и не просто слабые люди или энтузиасты которые сегодня там могут или хотят поддержать несколькими там долларами или 100 или сотнями долларов технологию то есть рот хук от которого мы уехал в воскресенье из мариной горки где пробыли практически неделю делегация вот вы видели все репортажи вы видели отчеты на теле мосту в субботу виктор боборин очень подробно и квалифицированно там пояснил рассказал показал как была делегация работал да кстати друзья сразу прошу извинения я на прошлом вебинаре несколько у вас не точность вот я сказал что роду хуку шесть восемьдесят два года это была у меня справка она к сожалению неверная вот а может быть к счастью для нас вот поэтому роду хуку 68 лет он на год старше юницкого и они по возрасту и по духу это абсолютно близкие люди это можно сказать сейчас очень близкие друзья вот особенно после этой второй поездки вот поэтому у нас в прошлом чате на прошлом вебинаре в чатах было ну такое споры пояснения по поводу того что я сказал что ему 82 года и геррифсон выглядит моложе да я прибавил ему 14 лет но надеюсь друзья что эти 14 лет род хуку будет работать активно с нами активно в skyway и будет активно продвигать skyway австралии чем он сейчас и занимается поэтому пожелаем ему все здоровье а сейчас я могу сказать он очень активный человек очень профессиональный человек и давайте наверное я тоже коротко еще остановлюсь на этом приезде об этом мы говорили на прошлом вебинаре потом виктор поборим в субботу вот я несколько с другой точки зрения мы много общались за эти дни с антолидачем юницким то есть именно по результатам по всем потому что это тоже важный был приезд к рудку приехал с представителями технологической компании инженерной компании которая сегодня уже готова выступить нашим партнером и экспертами заказчика то есть те кто рассматривали реальность проекта для того чтобы сделать из этого уже реальный бизнес проект это очень мощный металлургический концерн который добывает железную руду на территории австралии а так как сегодня падение мировых цен на сырье она наблюдается не только в нефтегазовом рынке но и соответственно и железно-рубной горно-металлургической промышленности сегодня австралия также переживает очень непростые времена потому что она также как и россия очень зависит от сырья вот продажа сырья особенно китай и сегодня при падении мировых цен и при падении потребления они испытывают очень серьезные затруднения и при этом они понимают что сегодня диверсифицировать и удешевить производство и угля и руды и соответственно цветных металлов которых они сегодня добывают и экспортируют можно только за счет нового вида транспорта они добывают небольшую полоску где-то до 500 километров от побережья не входя в глуп континента потому что это очень дорого и очень сложно и как раз род хук выступил со смелой идеей о том что можно сегодня разрабатывать ряд железно-рубных месторождений если применить технологию skyway инженера юницкого и как раз представители заказчиков именно тех кто готов строить и эксплуатировать такие проекты они вот приехали смотрели и и это строится как и дорогого вьетнаме если да то хотя бы приблизительно когда у меня там дети живут мне к ним хочется да друзья про вьетнам про проект я тоже еще обязательно скажу это один из основных сегодня адресных проектов которые мы рассматриваем это проект строительства вот сейчас в австралии запуск там более 10 конкретных проектов запуск проекта в монголии и запуск проекта в вьетнаме но это друзья как мы уже договаривались мы будем уже к этому подходить и освещать по мере того как будет готов бизнес-план и бизнеса потому что это конкретные бизнес-проекты мы готовим уже с очень серьезными и мощными партнерами вот и соответственно это уже бизнес проекты по мере того как они будут готовы и у нас будет необходимость доводить эту информацию мы будем об этом говорить поэтому о вьетнаме и монголии чуть-чуть позже имеется ввиду что как только будут готовы уже именно бизнес-компании бизнес-проект про германию обязательно скажу тем более что там очень серьезные результаты а давайте про рода хука и то что вот мы сейчас видели и почему сейчас мы придаем такое значение именно общению и поддержки рода хука потому что по мере того что это сам профессионал сфере транспорта он сегодня на себя взял ответственность и продвигает этот проект на самом высоком уровне именно и с точки зрения заказчиков и с точки зрения инвесторов он не побоялся именно рекламировать и продвигать этот проект но я могу сказать друзья это вот к слову некоторых так называемых как я называю специалистов которые мне тут говорят что я почитал тут в интернете из вас за последние три года у вас ничего не изменилось поэтому я считаю что вы пирамида то это друзья разговор просто даже не де дилетантов а у меня на языке крутится несколько другое слова слова более жесткое которое характеризует такого рода людей потому что род хук это действительно профессионал это тот который возглавлял министерство транспорта это тот который возглавлял инфраструктурные проекты и для того чтобы убедиться друзья то есть он пришел через людмилу через наши людей которые работают в структуре лёши сухадоева соответственно они ему донесли информацию он стал изучать стал сдвигаться начал разговаривать там мельком поговорили со мной потом с виктором бобуриным потом он несколько раз общался с антон дурачевым юницким по скайпу потом он прилетел и несколько дней там около недели он изучал конструкторского бюро на ездил на именно тогда начала строительства марина и горки вот это друзья профессиональный подход когда человек для того чтобы это продвигать это делать он сначала должен разобраться убедиться и быть уверенным сто процентов технологии сам вот после этого когда он увидел посмотрел он просто с точки инженерной точки зрения влюбился в теорию струнных технологий он с очень большим уважением относится к антон даршим венюцкому именно как профессиональному инженеру и генеральному конструктору после этого он создал управляющую компанию уже совместно с нашей компанией в австралии начал продвигать второй приезд сегодняшний вот который который был на прошлой неделе это друзья уже следующая века он уже как руководитель управляющей компании уже привел инвесторов и заказчиков именно экспертов которые послали это еще приехали не первые люди компании это это люди которые послали своих экспертов для того чтобы те изучили посмотрели и доложили и руководству инвестиционной компании и который будет выступать инвестором и тот кто будет заказчиком по технологии для того чтобы доложить свое мнение по поводу готовности технологии и здесь я могу сказать это Это с личных слов Анатолия Давыдовича Юницкого и Виктора Бабурина, они сказали, что инженеры уехали в высшей степени довольные. Они в очередной раз убедились, что все, что декларируемо, оно соответствует правде, что все, что сегодня декларируется с точки зрения инженерной новизны, оно сегодня изготавливается и готовится к демонстрации и испытаниям в октябре уже этого года. И то, что сегодня готовы предоставить группа инженеров именно с точки зрения уже рабочей документации для начала проектов, это все рабочие готовы к внедрению. И поэтому они уехали именно с таким представлением. Следующий, я абсолютно уверен, уже будет визит, это скорее всего или сентябрь или октябрь, уже с точки зрения запуска конкретных проектов. Сейчас начинается работа уже между специалистами, когда идут трассировки, идут по конкретным проектам. И это как раз каждый раз движение и приезд Рода Хука, это очень большой шаг вперед. И сегодня мы абсолютно можно, я даже не сомневаюсь, и я думаю, что в следующем вебинаре у нас будет тому подтверждение по приезду Рода Хука в Австралию, пройдет целый ряд опять репортажей, пройдет ряд презентаций, когда он еще более активно будет это продвигать. И это, друзья, профессиональный подход и другого подхода ни я, ни Анатолий Дович Юницкий, ни вообще вся команда инженеров, она просто не приемлет. Поэтому если кто-то какой-то умник, сидя и читая какие-то статьи в интернете, говорит, я во всем разобрался и я имею представление, то это просто как минимум балабольство балаболов. И по-другому к этому подходить нельзя. Еще я могу сказать, что две недели назад еще с одной группой инвесторов, которые также рассматривают очень серьезные проекты, очень серьезные инвестиции, которые выступают сегодня нашими партнерами в работе в Монголии, в Вьетнаме, в Гвинеи, в Израиле. Это также, друзья, команда, которая сегодня, я не знаю, уже пятый или шестой раз прилетает к Антолию Довичу Юницкому, когда проводят многочасовые переговоры и именно работу с инвесторами. Вот это, друзья, профессиональный подход и именно с такими профессионалами мы хотим общаться, будем общаться и с такими профессионалами интересно общаться. А с балаболами, которые говорят, за три года я слежу за вашим проектом и ничего не изменяется, друзья, с ними не просто не хочется общаться, на них просто жалко тратить время. И на этом будем, в общем-то, наверное, на их предмет закругляться. Так вот, друзья, за вот это время, когда Ротхук был, то есть он постоянно был на связи с Австралией, постоянно задавались вопросы, постоянно скидывались туда материалы по мере того, как были. Так вот, единственный вывод, который сделали эксперты, которые приехали, что технология 100% готова, что технология готова к применению и, соответственно, Юницкий абсолютно в состоянии выполнить те задачи, которые он представит перед инвесторами, перед заказчиками и, соответственно, конструкторское бюро в состоянии обеспечить и чертежи, и изготовление, и монтаж, и эксплуатацию, и потом сопровождение. Естественно, им показали много наработок, вы видели кресла, двигающиеся на мотор-колесах, где отрабатывалась именно схема управления, схема именно самой работы автоматики. Вот, Ротхук покатался по офису, он очень остался доволен, он посмотрел производственную базу, что он тоже не ожидал, что есть весь замкнутый цикл от проектировки до изготовления опытных образцов и до изготовления первых серийных образцов. Соответственно, это тоже, друзья, как результат, и если прошлый вебинар мы проводили, Ротхук еще был в Марьиной горке, был в конструкторском бюро, то сегодня по отчетам, по результатам я могу сказать, что Анатолий Юницкий очень доволен этой поездкой, он возлагает на нее большие надежды. Ну и самое главное, что, конечно, для Рота Хука это очередной, скажем, такой этап в том, что он убедился, как это работает, и то, что он дальше начинает это активно продвигать. Мы сейчас, исходя из этого опыта, очень серьезно готовимся к презентации в сентябре в Берлине, и плавно перехожу уже к теме конференции, на которой я участвовал 18 числа. Это несколько не та конференция, которую я ожидал, куда я, в общем-то, готовился ехать, но я могу сказать, что результат превзошел все мои ожидания, даже самые смелые ожидания. Я, в принципе, пересмотрел подход немцев и европейцев, в частности, там были представлены европейское агентство бизнес-проектов, которое работает с инвесторами. Я, друзья, честно могу сказать, что я не ожидал, что немцы готовы настолько инвестировать в венчурные проекты и готовы воспринимать ту информацию, о которой мы говорим. Я, честно говоря, ехал с предложением готовить, то есть через наших финансовых партнеров, готовить очень надежный инструмент именно для продвижения на немецком рынке в виде выкупаемых облигаций Buyback, которые выпускаются и под очень серьезные имитенты. В Германии там рассматривались два банка, один из них французский, Сен-Сен-Женераль, второй это Deutsche Bank, который может выступать агентом по выпуску облигаций. Естественно, что там не какая-то безумная доходность, там не могут быть тысячи процентов годовых, которые у нас сегодня заложены в дискаунтах. Это буквально 10-15, ну может быть до 20 процентов годовых в долларовом исчислении доходность на облигации. Но, друзья, когда я увидел реальных инвесторов и то, что сегодня работает в Германии, и как они сегодня относятся к венчурному финансированию и к построению именно MLM-структур, то есть я посмотрел, как они относятся, то меня поразила первая вещь, что немцы очень четко, прагматично понимают, что на акциях Mercedes, BMW и Siemens много не заработаешь. На них можно гарантированно разместить свои деньги, но получать при этом полтора, максимум два от силы 3 процента годовых. Все. И они понимали, что для того, чтобы получать серьезные инвестиции, для того, чтобы получать серьезную прибыль, можно инвестировать только в рисковые, венчурные технологичные проекты. И сегодня вот агентство, с кем мы сотрудничали, мы ждали репортажа с Ганновера целый день. Да, Тамара, я тут извиняюсь, но интернет просто не позволил. Там был интернет проводной, мобильный интернет просто не позволил включить перископ. Поэтому все и мои выступления, вообще вся эта конференция, она записана, и нашими партнерами на следующей неделе будет размещена на сайте этого европейского агентства бизнес-проектов. Там сайт есть на немецком и на русском языке, и поэтому все репортажи, как мы обещали, все увидим, поэтому ничего страшного в этом нет. Так вот, друзья, основной вывод, который сегодня делается, что европейцы, и в частности немцы, они ищут такие проекты. Они относятся к ним с большим уважением и с большой серьезностью. Очень много инвесторов, которые приехали навстречу, они давно знакомы с проектом, давно за ним следят, но им необходима была информация, которая покажет реальность, покажет структурированность и покажет перспективы этого проекта. Естественно, что я им это сделал, я считаю, что в довольно-таки доходчивой и понятной форме. И самое интересное, что их нисколько не пугает, что это русские изобретатели, проект сейчас развивается в России, а строится в Белоруссии. Вот я показал наши управляющие компании, рассказал всю историю, которая делается сегодня с Родом Хуком, с управляющей компанией, которую он возглавляет, с той компанией, которая сегодня идет в Юго-Восточной Азии, которая готовит проекты в Монголии и Вьетнаме, с той компанией, которая сегодня работает на латиноамериканском рынке и на американском рынке, то есть проект из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, который сегодня также обсуждается и делается уже сначала в американской прессе, тоже готовится к выходу. И это, конечно, очень серьезно впечатлило и стало понятно, что мы компания, которая работает фактически на всех рынках, мы не зацикливаемся только на Восточной Европе, в частности на Евразии, то есть на странах СНГ. То есть мы открыто и работаем во всех направлениях и самое главное, что сегодня в Германии такая технология нужна и технологически она крайне проработана, и они готовы в это вкладываться. И, соответственно, логика вот этого европейского агентства, она заключается в том, что она доносит информацию и очень многие сегодня немцы, которые понимают, что инвестиции для них, инвестиции в 100 или 200 долларов или евро не существуют. Начальная инвестиция в среднем для немца, это начиная от 1000 евро, а реально это 5000 евро. И они раскладывают обычно инвестиции в нескольких проектах и потом за ними следят. И сейчас я могу сказать, что мы заявили Skyway как очень серьезный проект, мы с этим агентством будем постоянно сотрудничать, к нам постоянно будут приходить новые участники этого агентства для того, чтобы дальше смотреть, изучать проекты. Но что самое интересное, к нам подключились лидеры именно MLM построения структур, которые работают чисто в европейском рынке, именно в немецком, в итальянском и французском. Это люди, которые за последние несколько лет продвинули очень серьезные проекты с десятками миллионов долларов, с количеством инвесторов, превышающих полмиллиона человек. И это чисто именно немецкий рынок, то есть мне показали один проект, куда партнер агентства, с кем мы сейчас сотрудничаем, привлек только за последние три месяца 36 тысяч человек с объемом инвестиций более 17 миллионов евро. И это реальная работа, и я могу сказать, что основной результат работы, ну для меня лично, что я пересмотрел отношения к европейскому рынку, я понял, что это наши партнеры и наш проект там крайне нужен в том виде, как мы его сегодня делаем. То есть именно венчурный проект с большой доходностью для того, чтобы можно было сегодня на ранней стадии инвестировать несколько тысяч долларов, формируя пакет, там сегодня дискаунты идут 350-380, соответственно, получая пакеты там в 300-400-500 тысяч евро. Я могу сказать, что это очень интересно, и немцы с прагматической точки зрения подходят и относятся к этому проекту. Соответственно, очень серьезно их впечатлила именно и работа с Родом Хуком, и само строительство, ну и, конечно, друзья, они с нетерпением теперь будут ждать, как мы сделаем презентацию в сентябре на Инотеке, потому что в Берлине все понимают значимость этой выставки, все понимают значимость того, что мы будем на одной площадке с Илоном Маском, который сегодня продвигает свою технологию во многих и в восточноевропейских, и в Братиславе заключил договор с правительством. Сейчас вот идет информация, что в Москве продвигается этот проект, что Путин поддерживает этот проект. Поэтому, естественно, что очень сегодня идет интерес именно к такого рода технологии. Но здесь, друзья, я уже абсолютно спокойно и абсолютно уверенно им сделал утверждение, что сегодня у технологии SkyWay с точки зрения транспортной технологии конкуренции нет. Я думаю, что если говорить языком уже интернет-проектов, что, видите, у меня даже язык, так сказать, не совсем поворачивается, но придется это точно говорить, что Hyperloop – это хайп, это в прямом виде разводка инвесторов, потому что никакой технологии ни в этом, ни в следующем, ни через год Илон Маск не покажет. И это в прямом виде разводняк, и сегодня мы на наших глазах видим, как они разводят даже президента Путина, который говорит о том, что он будет поддерживать этот проект. Потому что никакого прототипа у них нет, и в ближайшие три года не будет. И более того, друзья, вот теперь с точки зрения технологического анализа. Представляете, что такое делается Hyperloop, потому что нам надо это сейчас более подробно обсудить. Это делается вакуумная труба, то есть труба со стенками, как они утверждают, 5 мм, внутри которой создается глубокий вакуум. Чтобы вы понимали, что такое глубокий вакуум, друзья. Глубокий вакуум – это крайне агрессивная для человека среда. Более того, это мгновенная смерть. Мгновенная. Если человек попадает в вакуум, то вскипает азот в крови, и человек мгновенно погибает. Таким образом, глубокий вакуум у нас находится только за пределами атмосферы. Там, где человек не живет. Так вот, эти деятели хотят перенести крайне агрессивную для человека среду на Землю и создать глубокий вакуум, то есть часть космоса создать на Земле. При этом утверждая, что находясь, мы будем двигаться в капсуле герметической, то есть фактически космический корабль, который отправляется на орбиту, мы его должны запихать в эту трубу и со скоростью 1600 км в час перемещаться в этом вакууме. Друзья, а борются они, вот теперь с точки зрения ТРИЗа, теории решения изобретательских задач, а борются они с сопротивлением воздуха. И у них одно решение. Друзья, чтобы сопротивление воздуха убрать, надо убрать воздух. Отличное решение. На большего у них мозгов не хватает. И второй вопрос. Они еще хотят сделать там магнитную левитацию, то есть опять же то, что сегодня делал Сименс, и так и не доделал, нигде не эксплуатирует, и Транс-Рапид, соответственно, исходя из этого, они пытаются совместить две сегодня технологии для перевозки людей, создать глубокий вакуум и сделать там магнитную левитацию. И при этом утверждая, что это будет еще и тешево. Вот в это что-то, друзья, вообще верится слабо. То есть создать космос на Земле, сделать там магнитную левитацию, которая сегодня стоит бешеных денег и еще нигде не эксплуатируется, и при этом утверждать, что это будет доступно каждому человеку на Земле. Поэтому на сегодняшний момент, не говоря уже о технических решениях, что, представляете, как утверждается 5 мм труба и любое попадание, то есть если задают вопрос, а как сегодня терроризм или просто вандалы могут угрожать Скайвею, где на высоте натянуты струны, которых нельзя разрушить даже направленным взрывом, то здесь можно просто из любой винтовки сделать дырку, и эта дырка – это сразу смерть для тех, кто движется в этой трубе. То есть представляете, как ее надо защитить? А второй вопрос, друзья, вакуум, он потому и считается глубоким вакуумом, что для того, чтобы переходить в систему атмосферного давления, должна быть система шлюзования. И поэтому для перевозки, как они утверждают, миллионов пассажиров, надо ввести систему шлюзования, и эта система будет дешево и просто работать. Друзья, на сегодняшний момент это глупость. Это красивая теория, так же, как в свое время была красивая теория магнитной левитации. То есть когда вы ставите один магнит на другим, и он начинает скользить, он говорит, вы без трения не движетесь. Но при этом, когда Юницкий с точки зрения электротехники показывает потери, которые есть, и говорит, что у сегодняшнего трансрапида, то есть сегодняшней системы, КПД меньше 11%, то есть меньше, чем у паровоза 100 лет назад, то я очень считаю сомнительным о том, что это технологический прогноз. Вы можете сделать систему, но если у него КПД ниже, чем у паровоза, то, друзья, лучше ездить на паровозе, чем на системе, которая с магнитной левитацией. Ну и второй вопрос, который сегодня крайне важен, это система лоббирования. То есть мы в очередной раз видим, что наши чиновники, а там уже показали и бизнесмены, но они такие же бизнесмены, это группа Сумма. То есть это так, которая стоит как раз вокруг Медведева и связана с группой Медведева. Поэтому они с большой радостью начинают говорить, что мы будем инвестировать в Hyperloop, мы будем рассматривать проекты в Санкт-Петербург, Москва. Чиновники наши вхлопают в ладоши. Почему? Потому что сегодня только на одни испытания надо потратить несколько десятков миллиардов долларов, только для того, чтобы получить прототип. Поэтому, когда им говорят, друзья, на экспертном совете, который только что прошел Юницкий, говорят, друзья, мы уже в октябре этого года покажем прототип, и нам от вас вообще не надо ни копейки. Вы представляете, какие страшные слова звучат сегодня для Минтранса? Мы вам покажем действующий прототип, для которого не надо денег из бюджета. То есть для них это сегодня непонятно. То есть другое дело, когда Hyperloop понятно, что это надо вложить сейчас десятки миллиардов, и в ближайшие 3-5 лет результата не будет. Для них это сегодня счастье. Куда можно вкладывать? Делают, говорят, тем более, что НАСА вкладывает, американцы вкладывают, израильское правительство вкладывает, а здесь нет ни откатов, ни подкатов, ни вообще ничего, так сказать, никаких вещей. Поэтому, друзья, то, что сегодня происходит, это очередная демонстрация менталитета наших чиновников. Это говорит о том, что ничего, кроме как стырить, распилить, у них опять никакого сегодня желания нет. Второй вопрос. С инженерной точки зрения оценить Hyperloop и Skyway, там просто нет таких специалистов, поэтому там некому это просто оценивать. А оценивать, сколько можно распилить, вот таких специалистов, там больше, чем достаточно. А вот теперь с точки зрения решения изобретательских задач, то, что я сейчас, друзья, скажу, прошу вам там либо в записи, либо запомнить, для того, чтобы вы понимали, в чем различие и почему мы утверждаем, что с энергетической точки зрения затрат Skyway будет более эффективная система, чем Hyperloop, который сегодня пытаются изобразить. Потому что борьба и энергозатраты, это кто не помнит школьную физику, а я напомню, что при скоростях свыше 500 км в час более 90% энергии тратится на преодоление сопротивления воздуха. Поэтому они решили пойти, потому что откачать этот воздух, создать глубокий вакуум, чтобы двигаться на неаэродинамическом модуле, потому что то, что они изображают, это просто какой-то ужас с точки зрения аэродинамики. И, соответственно, таким образом двигаться. Юницкий предложил совсем другое решение. Он говорит, друзья, мы делаем два дешевых рельса, очень дешевых, потому что они технологичны и очень ровны. Ставим на них очень дешевое аэродинамическое средство, то есть которое с точки зрения аэродинамики имеет совершенную форму. То есть когда продули в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге именно Юнибус и получили ЦХ коэффициент аэродинамического сопротивления 0,04, то есть это на три тысячные меньше, чем Жуковский рассчитал 120 лет назад форму для идеального крыла. Но здесь абсолютно все закономерно. Я, как человек, занимающийся аэродинамикой в первом образовании авиационного инженера, могу сказать, что это абсолютно закономерно, потому что Жуковский рассчитывал и продувал профиль крыла, который прикреплен к самолету. И весь аэродинамический профиль самолета, он, конечно, не мог иметь идеальную форму, какую имел и рассчитал Жуковский 0,043. А Юницкий продувает каплю. Это самая совершенная форма на Земле, которая падает с наименьшими аэродинамическими сопротивлениями. И поэтому форма Юнибуса, даже форма нашего Скайвея, именно аэродинамическая капля, приплюснутая чуть с Землей, потому что он стоит, а не падает вертикально на Землю, соответственно, это идеальная форма. И что самое главное, друзья, вот это вот я вам прошу, кто не понимает, просто запомнить или изучить, что движитель находится внутри движущегося модуля. Это вся мечта самолета, автомобиля, тех, кто двигается в подводных лодках, потому что за ними всегда находится зона турбулентности, то есть зона повышенного давления. И, соответственно, этот аэродинамический парашют никогда не позволяет двигаться средству с коэффициентом аэродинамического сопротивления больше, чем 0,07 или 0,08. Так вот, Юницкий предложил решение, когда коэффициент аэродинамического сопротивления можно снизить до 0,04. А это, я могу сказать, друзья, ключевое для этого, чтобы с энергетическими затратами 200 кВт двигаться со скоростью 600 км в час, для этого достаточно простая дорога, простой электродвигатель, который находится в мотор-колесе, и простой аккумулятор. Поэтому сегодня Юницкий предложил очень качественное и дешевое решение, которое решит те же задачи, что и решает сегодня Илон Маск с помощью трубы. Но они пытаются создать агрессивную среду, космос притащить на Землю, а мы поговорим, что, друзья, давайте просто сделаем рельсовый автомобиль, рельсовый юнибус, который будет очень легко и дешево перемещаться. Вот вам, друзья, подход. И с другой, и с точки зрения, почему сегодня так активно хлопают в ладоши чиновники из железной дороги, потому что они увидели, что есть еще одно направление, куда можно списать еще десятки миллиардов долларов. При этом не отвечая за результат. Поэтому мы сейчас наблюдаем очередной подход с точки зрения тупого копирования. То есть мы это видели, когда в советские времена копировали транс-рапид. То есть у нас направление по Моглеву закопали туда десятки миллиардов долларов и не получили результат тогда миллиардов рублей. То есть мы видели копирование, когда пытались выйти на ядерную энергетику, разрабатывать, и, соответственно, закончилось тем, что просто украли все технологии и создали уже на базе немецких технологий свою ядерную, сначала военную промышленность, потом, соответственно, свою. И вот точно так же мы сейчас видим, что никто даже не ставит задачи с инновационной, с научной точки зрения выйти на передовые научные рубежи. Поэтому, друзья, мы первые проекты будем делать не в Москве и, скорее всего, даже не в России, хотя эти проекты мы предлагаем, обсуждаем, смотрим. Но когда реально начинают говорить, что мэрия Москвы рассматривает строительство хайпер-лупа в Москве, вы знаете, так сказать, это говорит о том, что специалисты, которые им это, соответственно, советуют, очень сомнительного свойства. Другое дело, что понятно, что это модная вещь, что американцы показывают, что весь вопрос нам задают вопрос, а где это строится? И когда хайпер-луп показывает, что он строится в Неваде и готовит проект, соответственно, там, совместно с НАСА и израильским правительством, то для наших ученых, для наших чиновников из железной дороги, для наших правительств, это оказывается более существенный аргумент, чем то, что показывает инженер Юницкий в Марьиной Горке на демонстрационном экотехнопарке, то, что мы сегодня показываем партнерам. Поэтому, друзья, подходить к этому будем абсолютно спокойно, поэтому мы будем строить и разрабатывать проекты там, где сегодня готовы их внедрять, и кому надо не тратить, не списывать деньги, а реально получать действующую систему транспортную, к чему мы готовы в этом году, а в следующем году к серийному строительству, а, соответственно, Илон Маск к этому не выйдет, ну, я думаю, не то, что не в 2018 году, я думаю, он не выйдет никогда, потому что сильно это на сегодняшний момент технологически нереализуемая технология. Поэтому я очень прекрасно понимаю, что кто-то может говорить точно так же про нас, это спор все-таки уже идет профессиональный, это спор идет инженерный, и здесь, друзья, для всех, кто не профессионалы, для тех, не надо очень четко и разбираться, здесь мерило, которое мы с вами должны понимать для себя, и то, что мы с вами, друзья, уже сделали. Мерило здесь одно и неповторимое. Это демонстрационный полигон, это испытательный экотехнопарк, это действующая технология. И как Алексей, помните, еще год назад, как бы говорил, что гонка началась, и мы к этому относились несколько, так вот, друзья, действительно эта гонка идет, действительно тот, кто первый покажет технологию, друзья, тот и будет активно входить на рынок, и, что самое главное, кто не то, что кто покажет технологию, а кто покажет более качественную технологию, более дешевую, более эксплуатационную, более энерго- и материальную затратную, вот тот и выиграет этот рынок. И здесь, друзья, мы абсолютно уверены, что эта технология Skyway, и инженер Юницкий прошел весь этот путь, и сегодня технологическая школа, которую он возглавляет, она сегодня готова к предоставлению всех этих решений, и всех этих демонстраций и испытаний, и мы, друзья, это делаем, и мы будем продолжать это делать, и мы будем конкурировать и с Hyperloop, и со SkyTran, который сегодня есть, и мы докажем на наших демонстрационных образцах, на сортиковационных, соответственно, площадках, о том, что то, что мы делаем, это единственное правило. Все остальные, друзья, здесь могут делать что угодно. И в этом плане, опять же, чем мне понравился подход немцев, я вам еще раз, как бы там, переходя с одной ситуации на другую, они выбирают, и они не разбираются, они не могут сегодня технологически, с профессиональной точки зрения, оценить, кто говорит правду, Илон Маск или сегодня инженер Юницкий. Поэтому немцы поступают абсолютно прагматично. Они покупают акции и тех компаний, и тех компаний. Говорят, друзья, какие-нибудь дадут рост более чем в два раза, поэтому мы не потеряем. Поэтому это тоже тот подход, который очень меня сильно удивил, поэтому они говорят, что да, мы следим за вашим проектом, да, вы нам интересны, да, мы будем в вас инвестировать, но мы также будем с интересом рассматривать и все остальные проекты. Это, друзья, я считаю, для профессиональных инвесторов правильный подход. А для нас, кто уже в Skyway, и для тех, кто профессионально разбирается в таких тонкостях, о которых я сейчас говорил, это, друзья, конечно, уже несколько сожалений, в том плане, что, друзья, вы просто потеряете свои деньги и время. Поэтому, если вы нам доверяете и больше изучаете информацию, то опирайтесь на нас. Если нет, ваше право, тогда раскладывайте яйца по многим корзинам, в том числе и по Hyperloop. Ну вот, друзья, это то, что касается именно Hyperloop, и той поддержки, которая на этой неделе прошла во всем чиновничестве. Я бы сказал, что никакой серьезной поддержки, вот тут говорят, что Путин поддержал. Да нет, друзья, к нему просто подошел автор и сказал, что мы хотим у вас строить, инвестировать, вы не будете возражать. Но Путин сказал, ну хотите, стройте, что я могу на это сказать? Если у вас что-то получится, значит, что-то получится. А это уже преподнесено с точки зрения пиара о том, что Путин чуть ли не дает деньги на строительство. Ему таких предложений, друзья, приходят раз, там, на дню по 50 раз. Это просто, это говорит о чем? Что лоббирующие возможности у Илона Маска, у команды, которая есть, они очень большие. И они дошли и показали, что Путин знаком с этой технологией. Ну и хорошо, знаком, значит, не знаком, будет со временем. То есть генерал Лебедь ему еще в 2001 году рассказывал, показывал про технологию Skyway. Ну и что? Он тогда посмотрел, потом забыл. Вот, тут недавно у нас очень близкие нам партнеры общались с Медведевым, тоже ему напомнили о технологии Skyway. Знаете, он помнил, что что-то он там рассматривал, а что конкретно он даже вспомнить не смог. Понимаете? Когда ему ролик только показали, что он сидел на госсовете, он говорит, а, да, 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 да. Он говорит, и что, они строят? Он говорит, строят? Он говорит, какие молодцы. Вот, понимаете? Поэтому тут не надо льстить или думать, что от тех или иных деятелей сегодня что-то зависит. Сегодня, друзья, больше зависит от заказчиков. А заказчики, в данном случае, это мы с вами, мы с вами заказали и адресный проект, это тоже надо очень правильно понимать. Марьина Горка, то, что сегодня строится Экотехнопарк, это мы с вами заказываем. Мы с вами заказчики, когда задают вопрос, а где сегодня строится какой-нибудь адресный проект, друзья, Марьина Горка, это и есть первый адресный проект, в котором заказчики выступаем мы, как краудинвестинговая система. Мы с вами заказали, мы с вами оплатили инженеров, мы с вами оплатили изготовление, и сегодня мы оплачиваем строительство. Для чего, друзья, нам это надо? Для того, чтобы пришли заказчики и крупные фонды, инвестировали проекты, и мы с вами капитализировали те инвестиционные пакеты, которые у нас есть, и которые нам Юницкий и компания выписали в виде венчурных дискаунтов, которые у каждого сегодня исчисляются очень серьезными суммами. И вот для того, чтобы это капитализировать, мы это, друзья, с вами делаем. Следующий момент, который нам понадобится, это уже инвестирование в адресные проекты, когда мы с вами создадим инвестиционный фонд, куда передадим свои пакеты в управление, и, соответственно, дивиденды с этих пакетов будут инвестироваться в адресные проекты, в высокоэффективные адресные проекты, потому что мы сегодня с партнерами считаем доходность от проектов в Монголии, на Байкале, в Тамторе, в Якутии, во Вьетнаме. Я вам могу сказать, что их очень впечатляет вот та доходность, которую будет давать технология. И так как мы сегодня уже перешли, сделали ключевой перелом с точки зрения, этого не может быть, с точки зрения, а если это правда, то мы сейчас уже все проекты рассматриваем из того, что то, что сегодня дает инженерная школа Юницкого, то есть с точки зрения инженерных расчетов и технологической декларации, это правда. А осталось совсем немного времени, когда мы это будем видеть, смотреть, испытывать. Подтверждение этому уже сделано за этот год очень много. И с точки зрения как раз аэродинамики, то, что сегодня позволяет утверждать, что на больших скоростях можно тратить очень небольшую энергию для того, чтобы двигаться сегодня с самолетными скоростями. Так вот, как мы видим наши конкуренты, а это уже прямая конкуренция, это о том, что они видят совсем другое решение, и они хотят построить сложнейшую систему, вместо того, чтобы пойти по очень простому и качественному решению. И еще, друзья, что я бы хотел, обязательно, чтобы вы понимали и обязательно представляли. Вы все видели, кто не видел из новичков, это фильм «В небо на колесе», это представление технологии ОТС, это общепланетарную транспортную систему Юницкого, о которой мы долгое время не говорили, но буквально за последние два месяца несколько очень крупных центров, один из них – это руководитель компании «Амазон», Безов, он задекларировал и стал именно проводить теорию о том, что человечество подошло к, когда надо всю технологию, связанную с сжиганием кислорода, технологию, то есть это металлургия, это нефтехимия, это двигатели внутреннего сгорания, которые используются сегодня в разных отраслях, надо выносить за пределы атмосферы, для того, чтобы мы не гадили дом, в котором живем, а на земле должна оставаться только биологически активные и биологически чистые технологии. Соответственно, это то, о чем Юницкий декларирует уже 30 лет при создании системы. Так вот, кто не видел, сбросьте, пожалуйста, сейчас ссылку и на фильм, и на ролик «Небо на кондесе» и «Юницкого небесной дороги». Там четко показано еще в 1982 году, когда вышла первая монография Юницкого, он также предлагал построить вакуумную трубу и с помощью магнитной левитации разгонять ротор, но он предлагал это использовать не для перевозки пассажиров и грузов, друзья, это абсолютно глупо, а для того, чтобы ротором накачивать энергию это колесо, которое потом, расширяясь на где-то 5,5-6%, выводило до 10 миллионов тонн одним рейсом за пределы атмосферы, и таким образом появлялась возможность создания индустрии за пределами атмосферы. Так вот, друзья, Юницкий предложил это еще 35 лет назад. И поэтому, когда сегодня говорят, что «Хайперлу» это абсолютная научная новизна, то это вызывает как минимум улыбку, а как максимум удивление. И, соответственно, другое дело, что Юницкий предложил это использовать как маховик, а транспортную систему целиком, для того, чтобы выводить в космос. А потом, обратным счетом, посмотрите все фильмы, то, особенно репортажи, которые сейчас есть, упрощая эстакаду и упрощая систему вакуумной трубы, он пришел к пониманию сначала, что основное преодоление надо, это аэродинамика, значит, нужна аэродинамическая форма, и второе, что должна быть очень дешевая, простая эстакада, и таким образом из вакуумной трубы она трансформировалась в струнные рельсы. Поэтому этот путь, который инженерный Юницкий и технологическая школа, которую он возглавляет, она прошла уже 40 лет назад, и сегодня эти деятели, проснувшись, неожиданно начали делать и создавать систему, которая устарела еще 40 лет назад. Поэтому мы с вами, друзья, построим и запустим систему Транснета, это сеть дорог по технологии Skyway. Со следующим этапом мы будем уже переходить к испытаниям и к созданиям именно этой вакуумной системы, но для нас это следующий этап, для того, чтобы уже перейти в седьмой технологический этап и уже создавать промышленность в космосе, для того, чтобы не гадить дом, на котором мы живем, а чтобы планета осталась очень зеленой, благоприятной для жизни и комфортной для жизни населения, которое, я думаю, за ближайшие 15-20 лет как минимум удвоится. И тем не менее, жить нам будет здесь комфортно, потому что технология обеспечит и освоение новых территорий, и освоение новых месторождений, и обеспечение новой урожайности, то есть совсем другого уровня. Это как раз, друзья, то, что мы создаем в шестом технологическом укладе, это эко-технологии, соответственно, у нас эко-технопарк, а то, что группа технологий Skyway, это обобщенный комплекс, который сегодня и позволяет нам утверждать, что то, что мы создаем, это как раз и есть острие науки, и то, что есть, это как раз то, то, что будет давать максимальную капитализацию для тех технологий, которые мы сегодня выводим на рынок по принципу краудинвестинга, и куда мы вас сегодня и зовем, и призываем активно дальше развивать, и призываем активно дальше защищать, потому что это тоже процесс, который сегодня крайне необходим. И это как раз то, что показывает, что в пятом технологическом укладе рекорд капитализации в 800 миллиардов долларов, который показала технологическая компания Apple, это не предел цивилизационного развития. Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет мы увидим более интересное развитие событий, более интересную капитализацию, и еще возникнет целая плеяда новых, молодых, талантливых людей, которые будут обладать не только миллиардными состояниями, и десятками, и сотнями. И некоторых из них, наверное, друзья, мы уже с вами знаем. Поэтому это тоже процесс, который, наверное, неизбежен, это тоже процесс, который сопровождает технологическое развитие, но мы это делаем осознанно, мы это делаем с поддержкой конструкторского и технологического бюро, и то, что сегодня за нашим утверждением всегда стоят и испытания, и технологические решения, и самое главное, эко-технопарк, это, друзья, как раз нас радикально отличает и от тех, кто строит пирамиды хайпы, и от тех, кто сегодня привлекает деньги и предлагает утопичную теорию, собирая под это деньги, это всегда, друзья, примерно одно и то же. Мы отличаемся радикально и от тех, и от других, потому что мы делаем реальную технологию, мы делаем реальный проект, но, а здесь, друзья, кто не верит, нас рассудит только время, потому что это единственная мерила, которая ставит все на свои места. Ну вот, друзья, наверное, на все вопросы я сегодня... Так, тут вопрос какой-то интересный я видел. Крупный унесу. Вы можете участвовать в сеносе, что вы можете вопрос. Пока не являются живыми деньгами. Так. Ну вот здесь вот это задает Анатолий вопрос по поводу того, что наши пакеты сегодня не являются живыми деньгами, а надо строить... Друзья, я вам могу сказать, знаете, что является наиболее значимым капиталом и наиболее значимым активом? Это желание людей строить ту или иную трассу или иметь тот или иной объект. Я приведу очень такой серьезный пример, что Джобс, который создал айфон, он создал систему, когда миллиарды людей захотели его иметь. И, соответственно, это желание иметь этот айфон, это дальше капитализировалось в серьезные деньги, кредиты, займы, выпуски облигаций и капитализацию в конечном итоге. Это желание купить. О том, что это то, что люди хотят иметь. То, что мы сейчас создаем, друзья, вот Unibuy, который видите на первом слайде, это ваше индивидуальное пространство, когда вы, нажимая одной кнопкой на смартфоне, можете перемещаться в любую точку мира. Причем при этом комфорт первого класса самолета, и это ваше индивидуальное пространство с вашим креслом, с вашим компьютером, с вашей акустической системой. Так вот, друзья, это захотят иметь все, потому что это будет очень полезно. Так же, как сегодня, я не знаю ни одного человека, который не хочет иметь смартфон. То есть, есть люди, которые не умеют им пользоваться, и есть люди, которые говорят, что я без него обойдусь. Но по мере того, как он становится необходимым и полезным с точки зрения приложений, которые он дает, смартфон сегодня нужен всем. Точно так же сегодня Unibike, и как сегодня вот этот Unibus, который будет перемещаться из любой точки в любую точку мира, очень комфортно и дешево, это также будет необходимо всем. И поэтому мы утверждаем, что сюда придут основные инвестиции, сюда придут основные инвестиционные фонды, сюда придут основные заказчики. Когда мы говорим, что к концу года краудинвестинг будет закрыт, это значит, что финансирование, достаточное для того, чтобы развивать технологию, обеспечивают заказчики и обеспечивают крупные инвесторы. Но при этом, друзья, сразу пакеты, которыми мы с вами сегодня обладаем, они сразу будут расти в цене, их можно будет либо продавать, капитализировать, либо передавать в управление специализированному фонду, который будет на этом получать прибыль, и прибыль будет инвестировать в адресные проекты. Это тоже, друзья, что мы с вами обязательно будем создавать и делать. Это как раз тот редкий случай, когда мы в очередной раз говорим, что мы будем делать это, потому что мы, как только начали строительство, уже отошли от того, вы помните, когда мы начали говорить, мы это сделали, мы это покажем. Сегодня этот инвестиционный фонд, это та необходимость, которая обязательно будет. И сегодня, если вы смотрите вебинары Виктора Тарасова, это как раз сегодня первые шаги в том направлении, когда мы будем создавать свой финансовый инструмент, который будет инвестировать именно в адресные проекты, и который будет приумножать те инвестиционные пакеты, которые мы с вами сегодня создаем. Ну вот, друзья, наверное, на все вопросы, которые к сегодняшнему моменту назрели, я рассказал. То есть, очень интересно, еще раз повторюсь, работа с Германией, и это начало большого пути. Сейчас мы точно запускаем по всей Европе. У нас с Алексеем Суходоевым через неделю будет большой тур по Уралу, то есть у нас там будет Магнитогорск, Казань, Екатеринбург, Челябинск. После этого у нас будет большое турне по Европе. Это будет Литва, Братислава, Прага. Вот, то есть это мы будем с нашими партнерами именно из Восточной Европы. Потом к концу июля уже не я, а Алексей поедет вот на вот эту встречу с европейскими инвесторами, где мы будем работать именно со структурами, которые будут выстраиваться в Германии, во Франции, в Италии. Вот, и я могу сказать, что по тем темпам роста, которые сегодня идут, до конца года мы выйдем за счет краудинвестинга не только финансирование Экотехнопарка, но и начнем финансирование уже ряда адресных проектов, еще до создания того финансового института, о которых мы сейчас сегодня с вами говорим. Ну вот, друзья, на ближайшие планы так у нас еще обязательно надо пожелать удачи активной работе сегодня нашим, то есть Алексей Суходоев, Виктор Бабурин, Евгений Кудряшов, Ирина Волкова, мы сегодня все, в общем, там, и НЕТА, вот, они все сегодня на Кипре в очень интересном месте собираются и работают с нашими людьми, ну, с нашими лидерами, кто активно отработал этот год, вот, такие встречи мы будем проводить периодически, вот, я туда не полетел только по одной причине, что я только вчера вернулся из Германии, поэтому такое большое количество переездов пока тяжело и с учетом, что мы в июле с Алексеем готовим большой такой тур и поэтому я вот сейчас отпросился с этой встречи с Кипром, поэтому пожелаем им всем большой работы, я могу сказать, что каждая такая встреча, она всегда очень радостная, она всегда очень плодотворная, потому что встречаются единомышленники, встречаются коллеги по бизнесу, встречаются те, кто продвигают единый проект и соответственно это всегда очень полезно, а тем более, что это в очень красивом месте, на берегу, море, вот, это всегда, друзья, очень радует, поэтому будем делать это периодически и пожелаем им больших-больших успехов и на благо SkyWay, чтобы они вернулись с очень интересными мыслями, с очень интересными предложениями для того, чтобы мы дальше двигались. Сейчас я могу сказать, что прошлый месяц и этот месяц с точки зрения развития проекта очень активный, очень позитивный и я думаю, что следующий месяц, вот, июль, а потом август, они традиционно, все-таки с точки зрения бизнеса и MLM и постоянной структуры они идут по некой просадке, но я думаю, что ту активность и ту работу, особенно с длинными рассрочками, о том, что сегодня идет привлечение новых инвесторов, я думаю, что мы с вами как минимум останемся на том же уровне, а как максимум все-таки еще и покажем рост и в июле, и в августе именно перед демонстрацией, мировой демонстрацией технологии в Берлине и перед нашим октябрьским фестивалем Октябрьфест именно с точки зрения уже показа технологии. Ну вот, друзья, давайте на этом с вами будем прощаться, для тех, кто вечером подключится к нам, значит, всегда рады вас видеть, для тех, кто Сибири и Дальнего Востока позднее время, давайте работать дальше, проект, как вы видите, активно развивается, мы не на секунду не останавливаемся, поэтому, друзья, спасибо.